МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. В студии Вадим Пачема. Сегодня в выпуске. 900 дней мужества. В Чебоксарах открылась выставка, посвященная блокадному Ленинграду. Чем больше, тем лучше. Кабмин Чуваши обсудил первое в этом году увеличение бюджета. Сморкалось. В республике отмечается сезонный рост заболеваемости гриппом. Сегодня члены правительства уточнили объем бюджета на трехлетний период. Доходы региональной казны увеличиваются почти на 7 миллиардов рублей. Большая часть суммы – безвозмездные дотации из федерального центра. На очередном заседании Кабинета министров рассмотрели расходы бюджета. Значительные средства намерены направить на развитие медицины, ремонт дорожной сети и реализацию экологических проектов. Подробности у Дмитрия Ковалева. В селе Байгулова Козловского района в этом году начнут возводить новую школу для 160 учеников. Многомиллионную сумму закладывают на строительство и капремонт детских садов в муниципалитетах. Образование – ключевая сфера инвестиционной программы республики. Еще один значимый проект – оздоровление Волги. На его реализацию направят более 500 миллионов. Новое важное направление, хотя мы занимались, но такие большие средства мы не предусматривали. Треть дополнительных средств, это около 3 миллиардов рублей, направляется на инвестиционные расходы. Это тоже очень важно. К факту 2018 года, инвестиционные расходы 2019 года составят с ростом на 1 треть. То есть 34%. Увеличивается и поддержка реального сектора экономики. Немалые суммы направят малому бизнесу. Предпринимателям упростят механизмы получения микрозаймов на развитие своего дела. Ставки по кредитам не должны превышать 8,5%. 89,7 миллионов рублей – это на развитие новых финансовых инструментов. Это микрокредитование. 73 миллиона – на реализацию программ поддержки субъектов МСП в целях ускоренного развития в Моноградах. И, соответственно, создание центра «Мой бизнес» – 64,5 миллиона рублей. Еще одна статья расходов – строительство автоматизированных котельных. В данном разделе предусмотрено строительство пяти котельных. Это три в городе Шумерли и два в Козловке. Также на 308 миллионов рублей увеличиваются расходы на реализацию проектов в Моногороде Канаш. Основная сумма – это финансовое обеспечение дорожной деятельности. Почти 240 миллионов рублей. И почти 230 миллионов рублей на переоснащение региональных медицинских организаций, которые оказывают помощь больным онкозаблеваниям. Колоссальная сумма – более 15 миллиардов – заложена в трехлетнем бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования в приоритете повышения заработной платы в два раза. Из расчета вновь принятых врачей 200% от среднемесячной начисленной заработной платы наимных работников или 51 370 рублей на вновь принятых работников среднего медицинского персонала 100% от среднемесячной начисленной заработной платы наимных работников вели 25 685 рублей. Более двух миллиардов рублей направят на модернизацию поликлиники ФАПов, обновление парка машин скорой помощи и реконструкцию детской инфекционной больницы в Чебоксарах. Медицина – самая значительная статья расходов. Доходы республиканского бюджета повышаются планомерно. Это отмечает глава региона результат эффективного взаимодействия Республики и федеральных ведомств. Выполняем взятые на себя обязательства и есть у нас право по каким-то направлениям дополнительно просить средства по отраслевому принципу, соответственно, и по тем проектам, которые мы прошли за счету. Мы предусматриваем рост расходов к уровню прошлого года почти на 13%. С учетом уточнения расхода канцеллированного бюджета в текущем 2019 году составит 63 миллиарда рублей. Увеличится и размер субсидий муниципалитетам. Михаил Игнатьев поручил районным властям уже до марта определиться, куда именно должны быть направлены межбюджетные трансферты. Дмитрий Ковалев и Борис Андреев. Республика. Сегодня в кадетском корпусе имени Александра Кочетова прошел необыкновенный урок. О мужестве, любви к родине и незыблемой вере в будущее мальчишки и девчонки узнали из первых уст. От очевидцев и участников великого противостояния. В эти дни в России отмечают 75-летие полного снятия блокады Ленинграда. За 872 трагических дня от голода, холода и бомбежек погибли более 600 тысяч жителей. Из города на Неве эвакуировали около полутора миллионов человек, в том числе и в Чувашию. Летом 41-го пятилетняя Нина Минина со своим старшим братом учились в лесной школе в 40 километрах от Ленинграда. Когда началась война, родители поехали их забирать, но поезд попал под бомбежку. А нас в это время оттуда машины какие-то, но мы не знаем, что мы дети. Одному, другому, мы не знали. Нас в машину кидали, но мы думали в Ленинград везут, а как-то немцы были. Сели, а машина крытая, почему я боюсь крытые машины, мне сразу плохо становится до сих пор. Брат меня оттуда выкинул, когда машины тронулись, брат оттуда меня выкинул. Кто мог, выпрыгнул, а там леса же кругом. Все по лесам разбежались, кто смог. Нина с другими детьми шли пешком до Ленинграда. По дороге они встретили маму и папу, которым удалось выжить. Казалось бы, страшным событием пришел конец, но это было только начало. Когда нас со школы привезли, мы с братом ходили, собирали траву всякую. Траву очень много было, собирали траву. Все, что можно было, собирали на зиму. А потом меня привязывали к забору. Нас троих привязывали к забору, а сами уже ходили на работу родители. А потом митрецов клали. Это мы сидим тут около забора привязаны, а тут митрецы лежат. Машины всегда приезжали. Это вот осенью, зима. Виктор Никулин тоже смог пережить ту страшную зиму. Отец ушел на фронт, а он с мамой и младшей сестрой остался в Ленинграде. Их дом разбомбили немцы, семье удалось спастись. В 42-м голод забрал у пятилетнего Витя маму и сестренку. Ну а меня забрали, по госпиталям таскался. Пока не собрали кучу нас. В 43-м весной через Ладогу, в Ярославскую область, местечко Ботик, Переславли-Залежский. На их груди множество наград, и теперь к ним присоединится еще одна. Этот памятный знак в честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады учредили власти Санкт-Петербурга. Сегодня его получили 12 ленинградцев. Наша задача продлить вашу голодитель, чтобы окружение, где вы бываете, обращали на это внимание. И кроме добрых ластовых слов, еще была оказана пассивная такая волонтерская помощь. Татьяна Леонтьева, Бахтиар Велиев, Республика. 900 дней мужества. Так называется выставка, посвященная блокадному Ленинграду, которая открылась в Чебоксарах. Знакомилась с экспозицией и слушала тех, кто помнит эти страшные дни, Ольга Пырочкина. Галина Персидская помнит эти звуки. Ей было пять, когда началась война. Отец ушел на фронт, ее вместе с мамой и младшим братом эвакуировали из блокадного города. По обстоятельствам в Ленинграде осталась бабушка и старший брат Толик. Их родные больше никогда не увидят. Каждый год раньше, а сейчас все реже и реже, мы приезжаем в Ленинград. И приезжая в Ленинград, первое, что мы делаем, это обязательно посещать Пискаревское кладбище. Посещаем, потому что мы четко знаем, что там похоронена моя бабушка. Похожую историю могут рассказать еще более 600 тысяч семей, чьи родные лежат там же, на Пискаревском. Увидеть своими глазами, сколько это, 125 грамм хлеба, которые надо растянуть на целые сутки, сейчас можно в музейно-выставочном центре в Чебоксарах. Там открылась выставка «900 дней мужества». Молодежная команда Общероссийского народного фронта выступила партнером и провела акцию «Открытка памяти». Как выживали люди, как им тяжело было в это время. Там в первую очередь человек, когда холодно, и он еще голодный, я не представляю, как они выживали в это время. Эта акция направлена на то, чтобы люди, которые живут сейчас в мирное время, всегда помнили подвиг ленинградцев. Подвиг не только солдатов, которые служили в Ленинграде в то время, но и простых людей. Всегда помнит, поэтому и не мог не прийти на открытие выставки Михаил Абрамович Ларин. В 41-м ему было два года. Сейчас в Чебоксарском совете ветеранов он отвечает за патриотическое воспитание молодежи. В 45-м году война закончилась. Отец пришел к нам, зашел на рынок, купил мешочек лесных орехов. Вот с этого момента началась мирная жизнь. В Чебоксарах увидеть фотографии жизни осажденного города и другие экспонаты из фондов Музея Победы можно будет до 31 марта. Ольга Пырычкина, Бахтияр Велиев, Республика. Итоги социально-экономического развития за 2018 год обсудили сегодня на еженедельном совещании главы Чувашии и правительства республики. Большинство показателей выросли по сравнению с позапрошлым годом. Индекс производства во всех сферах сохранил положительную динамику. Промышленность республики показала уверенный рост. В большинстве направлений регистрируется переуполнение намеченных показателей. Объем отгроженной продукции превысил 220 миллиардов рублей. Отдельно необходимо выделить предприятия, активно включившиеся в программы импортозамещения. Бреслер, Экро, ЧАС, Релематика и другим. Заметно оживилась деятельность концерна «Тракторные заводы». За прошлый год туда вновь приняты 1700 человек. Всего же потребность в специалистах более 2000. Достаточно активно работают и другие направления. Рост промышленного производства обеспечен также за счет развития электротехнической отрасли. Увеличилась производство элементов электронной аппаратуры и печатных схем. Рост в 1,7 раза здесь мы наблюдаем. А также рост бытовых приборов и прочего электрического оборудования, кабелей, кабельные арматуры. Что касается химического комплекса. В этой отрасли в 2018 году отгружена продукция на сумму почти 36 миллиардов рублей. Нижняя торговая экономическая деятельность, несмотря на все санкции и контрмеры, также характеризуется увеличением объемов. 550 миллионов долларов США. Что особенно радует, экспорт растет более высокими темпами, чем импорт. От участников внешней экономической деятельности в бюджет республики поступило 52 миллиарда рублей. Неплохо обстоят дела на потребительском рынке. Торговый оборот составил 105% к уровню 2017 года. Среднемесячная заработная плата, по предварительным данным, превысила 26 тысяч рублей, рост 110%. Однако увеличивается и такой неприятный показатель, как задолженность работодателей, отметил глава республики. На сегодня жители Чувашии не получили положенный заработок в общей сумме 103 миллиона рублей. И хотя у республиканской казны долгов нет, бюджетные учреждения расплачиваются со своими сотрудниками вовремя. Оставлять это дело просто так нельзя. Пригласите всех тех работодателей, бенефициаров, конкурсных управляющих. Люди ждут ответов. Понимаете, нет? Что касается сельского хозяйства, здесь объем производства выше, чем в промышленности, почти 102%. За прошлый год в ИПК реализовано 63 инвестиционных проекта с созданием около 500 рабочих мест. Сезонная проблема у отрасли – повышение цен. Пока отмечают в ведомстве ситуация стабильная. Сейчас цены, а также антименопольная служба отмечает, что цены пошли вниз. Поэтому мы угроз в этом направлении не видим. Но все же покупатели жалуются на повышение стоимости мяса, яиц и хлеба. Глава республики поручил разобраться детально и представить подробный отчет. Необоснованного увеличения цен произойти не должно. Если они на сегодняшний день наценки дают нам розницы более чем на 10%, это уже предмет для рабочего разговора и взыскательного подхода к этим вопросам. И надо будет здесь знать, через месяц какая ситуация будет, через два месяца какая ситуация будет. Елена Гальперина, Дмитрий Ковалев, Борис Андреев. Республика. И огромные стали, понятны, гуманами. Ростуризм одобрил два инвестпроекта из нашей республики. Оценивала качество заявок компетентная конкурсная комиссия из представителей Ростуризма, Министерства экономического развития, Министерства культуры, Общественный и Торгово-промышленный палат. Поддержку получили два проекта туристического кластера «Чувашия. Сердце. Волги». Это реконструкция Красной площади и залива и реконструкция Московской набережной у Свято-Троицкого монастыря. Работа по подготовке проектов велась совместно с правительством Чувашии. Сейчас главная задача – завершить оформление документов и представить их в Ростуризм для подписания соглашения. На территории опережающего социально-экономического развития Канаж появился третий резидент. Им стало ООО «Канпромтех». Компания намерена реализовать инвестиционный проект «Организация металлообрабатывающего производства мощностью 6000 тонн в год». Предусматривается строительство цеха по производству стальных заготовок различного диаметра из углеродистых, низколлегированных и высоколлегированных марок сталей. Планируется, что на «Канпромтехе» будет создано 40 новых рабочих мест. Полторы тысячи участков и 8 тысяч зданий не стоят на кадастровом учете. Это итоги инвентаризации на территории Чебоксар. Что еще показала проверка, обсуждали на еженедельном совещании в столичной администрации. Сводная база данных и снимки беспилотников позволили обследовать 25 тысяч гектаров земель. Проверка показала, что часть участков отсутствует в базе налоговых органов, у других указана неправильная кадастровая стоимость. Некоторые не оформили право собственности или самовольно захватили земельные участки. Бюджет Чебоксар недосчитался более 20 миллионов рублей. Это направление – инвентаризация, уплата налогов собственниками, выявление участков, которые не зарегистрированы. Тут, как вы уже обозначили, потенциал около 20 миллионов рублей. Его нужно реализовать в течение года. Проверка изменений в базах управления Росреестра и налоговой службы. Проведение полевой инвентаризации, обход сложных территорий, личное вручение извещений, определение этажности зданий, а работа с садовоческими и некоммерческими товариществами. Призываем граждан и предпринимательское сообщество в избежание проблем, связанных с наложением административных штрафов за использование участков без документов, штрафов за уклонение от уплаты налогов, своевременно провести работу по регистрации прав на недвижимость. Для этого нужно обратиться в Росреестр и оформить право собственности. Документы будут готовы за две недели. Татьяна Леонтьева, Алина Сусметова, Игорь Зверев, Республика. Снегопад, который в минувшие выходные накрыл Москву, до Чувашии не доберется. Таковы прогнозы синоптиков. До середины недели осадков вообще не ожидается. Так что у коммунальных служб есть время убрать последствия предыдущих разгулов стихии. Чебоксарцев призывают активнее участвовать в проекте Стоп Сугроб. Сначала акции от граждан пришло 104. Обращение отчитались об уборке с фотографиями пока только по 11 заявкам. Есть проблемы и с уборкой снега на парковках в спальных районах. Глава города Евгений Кадышев обратил внимание управляющих компаний, что трудностей бы не возникало, если бы автомобилисты заранее знали о предстоящих работах. Надо договариваться с жителями, вывешивать объявления на подъездах, вывешивать объявления на стоянках. Вот таких объявлений о том, что какое-то время будет убрана вот эта ваша автостоянка, и там не должно быть автомобиля, тоже пока что мы не нашли. Я думаю, что либо их срывают раньше времени, либо их вовсе не было. Эта идея очень здоровая и очень хорошая, я думаю, надо по ней работать. Что касается автолюбителей, их просят не игнорировать просьбы убрать транспорт на время работы техники. Ольга Пырочкина, Алина Сусметова, Игорь Зверев, Республика. Пожалуй, одна из самых актуальных тем сегодня – профилактика гриппа. Как не заболеть, как распознать симптомы и как, наконец, лечиться от этого опасного недуга, расскажет Юлия Важенина. Если бы мы с ума сошли, то не оба сразу. С ума поодиночке сходят. Это только гриппом все вместе болеет. Подлый вирус – этот грипп. Как правильно заметил папа дядя Федора из мультика «Простоквашина», грипп, пожалуй, одна из самых массовых болезней человечества. Ежегодно этот вирус подхватывает каждый третий житель планеты. Страшное осложнение гриппа. Как правило, это от осложнений по статистике ежегодно умирает около 200 тысяч человек. Если брать последние две недели, отмечается тенденция к увеличению заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Примерно количество обращений стало в полтора-два раза больше. Для того, чтобы заразиться, не обязательно напрямую контактировать с больным человеком. Можно зайти в магазин или городской транспорт, где до вас были больные люди. В воздухе остается возбудитель. Он попадает в дыхательные пути здорового человека и инфицирует его. Размножаются вирусы с огромной скоростью. Что делать, если вы заболели гриппом? Конечно, в первую очередь надо проконсультироваться с врачом. Дома тоже надо принимать меры по предупреждению. При чихании, кашле надо закрыть рот носовым платком или салфеткой. Часто надо делать влажную уборку в квартире, проветривать. И не забывать очень тщательно и часто мыть руки. Врачи в один голос твердят, самый надежный способ защиты от гриппа – вакцинация. Современные противогриппозные прививки эффективны. Даже если вы заболеете, то перенесете грипп намного легче. Правда, прививаться нужно не во время вспышки заболевания, а осенью. Как это делает Анна Карасева. Она ставит прививки уже пять лет подряд. Я прививки делаю каждый год, а так переносится легче, конечно, после прививки. Но болею, бывает, не без этого. Гриппом ни разу не болела. Сила прививки в ее специфичности. Организм вырабатывает иммунитет против всех штаммов вирусов гриппа, которые использовали при создании вакцины. Это значит, что при встрече с ними организм будет во всеоружии. А чтобы ему помочь, нужно укреплять иммунитет. Как известно, лучшее лечение – это профилактика. И в случае с гриппом это правило работает на 100%. Свести к минимуму вероятность заболевания могут продукты, содержащие витамин С. Это лимон, апельсин, грейпфруты, клюква. Их нужно есть всю зиму. Кроме того, следует пить отвар из шиповника. Ну а если при этом добавить ложечку меда, то польза будет двойной. Юлия Важенина, Валерий Резюков, Республика. Выходные на лыжах. Сотни любителей зимнего вида спорта объединили соревнования по лыжным гонкам на призы главы Чувашии Михаила Игнатьева. В индивидуальных дисциплинах мужчины и женщины стартовали в субботу, а в воскресенье – семейные эстафеты. Одни короче, другие длиннее. К выбору лыж Татьяна Белова подходит основательно. За час до старта пробует лыжню. Так она проводит отпуск на Малой Родине, представляя на соревнованиях в Урнарский район. Две пары, вот из них, остановлюсь на одной из них. Какие покажутся приятнее под ногой, на тех и побегу. А так, в принципе, особо в такую морозную погоду, изощряться в смазке нет смысла. Погода не только заставила участников утепляться и подбирать лыжи, но и внесла коррективы в расписание стартов. По правилам соревнований мы обязаны, если погода более 20 градусов мороза, мы обязаны контролировать соревнования. И поэтому мы перенесли на полчаса. Сейчас где-то градусов 16-17 и спокойно можно организовать соревнования. Из года в год количество участников растет, как и число приезжих ветеранов и любителей лыжного спорта. В этот раз на старты заявились представители Республик Мариэл, Татарстан, Саха, Якутия. Приехали из Кировской и Мурманской областей. Вы просто не можете без этого вида спорта. Спорт для вас и для ваших семей уже норма жизни. Это на системной основе, ежегодно, традиционно. Мы уже проводим эти соревнования. Среди мужчин практически 11 стартов. Среди женщин тоже 11 стартов. Я помню, два года назад ветераны просили нас, чтобы включили дополнительную номинацию. Раньше было 70 и старше. А сейчас у нас есть старт 76 и старше. Самому возрастному любителю 89 лет. Пимен Петров не пропускает ни одного соревнования. Его деревянным лыжам 81 год. Чуть моложе Алексей Богданов. Ему 73. А по внешности и не скажешь. Многие удивляются. Мне другой раз 60 лет дают. Молодежь удивляется. Как это? Я говорю, вот мне столько лет. Потому что спорт очень помогает. Я многие болезни себе сам вылечил. 30 лет я бросил, 40 лет по новой начал. Весь больной был. Вот все, вылечил себя. Столько из-за спорта. Очень сильных много сейчас. У нас в нашей группе много сильных мастера спорта ребята есть. 5 километров свободным стилем – мужская дистанция. У женщин немного меньше – 3 километра. Три, две, одна, марш! Спортивный праздник продолжился и в воскресенье. На трассу спортшколы Олимпийского резерва номер 2 вышли с семьями. Мастер-класс юным участникам дал глава Чувашии Михаил Игнатьев, перед стартами опробовав лыжню. В эстафете первыми на дистанцию 400 метров отправились дети. Затем вдвое больше бежали мамы. А папы, преодолев полтора километра, финишировали. Да, мы каждый год участвуем. Как начались соревнования практически с того времени. Это буквально 5-7 лет уже. Ежегодно участвуем во всех соревнованиях. По ветеранам тоже бегаем. У нас старшая дочь тоже тренируется. Мы с ней бежали. Но она сейчас выросла, поэтому не бежит. Она в другом городе нас учится. Со средней бежим. Скоро маленькие подрастут, с маленьким будем бегать. Всего же семейные лыжные команды разыграли награды в пяти номинациях. Ирина Волкова, Игорь Зверев, Валерий Резюков, Республика. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Всего доброго и до встречи в эфире национального телевидения Чувашия.